Привет, друзья! Сегодня хотелось бы затронуть такую тему, как память человека. Вы знали, что наша память довольно часто нас обманывает, и это ярко показывает так называемый эффект Мандела. Он является уникальным примером тех причуд, которые могут происходить с памятью не только одного человека, но и целого сообщества. Иногда факты в нашем мозге могут создать целую вселенную, однако эта вселенная будет лишь плодом нашего воображения. Итак, перейдем к фактам. Наверняка вы помните крылатую фразу кота из Простоквашина, которая звучала «А я еще и крестиком вышивать умею». Так ли она звучала на самом деле? Смотрим. А фраза Бориса Ельцина, который говорил «Я устал, я ухожу», вспоминайте. Теперь посмотрим, правильно ли мы ее запомнили. «Сегодня мне важно вам это сказать. Я укажу. Я сделал все, что мог». Ну а теперь самое интересное. Какого цвета была смирительная рубашка у Шурика? Помните? Точно? Проверяем. Украл эту девушку. Правильно, украл. И в землю задавал, и надпись написал. Вы послушайте. Идите, идите. Мы вас вымечем. Алкоголик – это наш профиль. Как видим, эффект Манделы – не что иное, как эффект коллективного заблуждения на основе всем известных популярных фактов. Какой вывод мы можем сделать, исходя из эффекта Манделы? Он довольно просто и очевиден. Никогда нельзя доверять своей памяти. С людьми не стоит договариваться на словах, особенно, когда договоренность рассчитана на месяцы или годы. Если вам доказывают, что вы были неправы в какой-то ситуации, а вы уверены в своей правоте на 100%, позвольте себе усомниться в своих выводах и еще раз все проверить. Ведь не забывайте, что ваш мозг является невероятной штукой во Вселенной, и ему свойственно ошибаться.